приехала я на этой неделе но уж сегодня воскресенье я не показывала вот решила сейчас показать вот так вот выглядит плитка мне она очень понравилась эта плитка тем что ее вытирать одно удовольствие вот тут я еще не вытирала после затирки все что нужно это просто взять тряпку сухую протереть и получается вот так вот то есть не надо там мыть что-то там затирать потом чтобы не было разводов вообще элементарно просто на 1 2 3 сейчас даже покажу где-нибудь вот смотрите все все то есть мне это нравится для уборки имеют потом в эксплуатации такая простота это плюс то есть никаких разводов никаких этих протер и все это очень хорошо так здесь мы уже что мы сделали загрунтовали то есть разбавили немножечко водой и загрунтовали окраска тут мы заделывали швы вот видно все было заделано и герметиком я показывал предыдущем и вот загрунтовали теперь нужно ворс поднялся немножечко после покраски грунтовки надо зашлифовать как только зашлифуются покрасить еще может один может быть два раза надо смотреть зависимости от того как каким слоем ляжет вполне возможно одного слоя хватит так что вот такие вот дела газовщики приходили насчет газа сказали что типа это чтобы проводить газ надо делать это на кухне газовый котел ставить но здесь получается будет составное оборудование ну и там по вентиляции надо вентиляцию делать что-то не мне про то что вент-канал сколько в скольки помещениях будет стоять прибора то есть газовый котел или газ на кухне виде духовке либо там это плиты столько вентиляции но мы решили что тогда у нас на кухне все будет стоять то есть как раз вот здесь будет под на той стороне со стороны кухни и газовый котел вот тут в углу висеть отсюда уже пойдут трубы на все остальное оборудование ну и вентиляцию вентиляцию чем сказал что не должно быть трех перегибов и не более трех метров мол выводить из кухни что-то мне это не очень нравится я бы лично хотела вывести вот так сделал здесь вентиляционную решетку и пустить вот сюда вот здесь 225 плюс 60 метров у меня 60 сантиметров софиты ну то есть получается ну ладно 225 и пусть будет 80 даже 220 и 80 внутри и туда трубу вот один перегиб вверх я думаю что пройдет но это надо консультироваться но мне кажется что это лучший вариант потому что труба сбоку там где септик мне больше устраивает чем труба прям по фасаду дома что не очень интересно ну ладно это будем все решаемо принципе не критично но мне бы хотелось именно вот здесь что проходила у меня труба вентиляционная надо еще думать ну точно сказали что как бы здесь не получится потому что здесь сантехника не выйдет у вас это газовый котел и я сказала ну ладно не выйдет не выйдет повесим там где кухонный шкаф фиг бы с ним зато здесь окно не надо делать тоже плюс что я круче на горе не хотела делать у меня здесь вентиляционные пойдут каналы то есть вот в этом углу как раз я планирую пустить по верху сюда через второй этаж на крышу вент канала с этого помещения с ванной комнаты и отдельно еще один вент канал с вытяжки кухонные так что вот такие вот дела ну надо смотреть особо то что говорят тоже надо проверять продумывать это еще впереди но что я поняла точно что нужен ли мне этот газ сейчас он мне вообще не нужен сейчас я думаю в электрическом бойлере литров на 100 то вы у меня тепло ты сейчас ставить здесь сколько градусов стоит на 29 5 а так ну по дому средняя температура по дому 22 градуса с чем-то комфортное поэтому а и самое главное сколько я заплатили сколько мы заплатили сколько насчитали нам за январь месяц январь был самым холодным месяцем там больше двух недель было 30 по 30 градусов а то и больше доходило до 35 градусов по ночам и заплатили мы за январь за такой холодный кстати я ждала такого месяца чтобы посмотреть как поведет себя дом при температуре такой низкой дом 140 миллиметров не утепленный не снаружи и внутри имеют у стены как он поведет как будет в нем жить какая будет держаться температура ну и в общем то что показала показала что заплатили мы за январь за самый холодный месяц 10 400 насчитали еще не заплатили насчитали 10 400 поэтому в общем то то что и и даже меньше чем я ожидала до 1012 будет нет 10 400 но месяц был очень холодный так что вот вопрос нужен ли этот кеморрой весь газом когда дома тепло и никаких проблем вообще нету ну это не горит газ будем решать потихоньку но до этого момента будем греться электричеством как грелись так что его от воду нагревать для своих нужд все пока на электричестве это не проблема ты заплатить там за весь год тысяч пятьдесят за электричество а это все что мы платим то есть электричество больше ничего не платим интернет я считаю что это недорого напомню что за октябрь 3000 ушел за ноябрь 6000 за декабрь 8000 ну вот и за январь 10 но с хвостиками я говорю округленно в меньшинстве так там 3 300 3 400 там 6 600 8 чем-то уже не просто не помню не помню сколько платили на те видео смотреть но сейчас вот 10 400 так что думайте сами решайте сами что нужно что касается электричества если нет перебоев с электричеством то вообще проблем нет тепло хорошо без всякого даже утепления ну все что я хотела сказать сегодня